Вначале напомню, что этот отзыв в честь моей новой публицистической книги были Владислав Крапивин и Михаил Ахманов членами Тайного общества Диск. Предыдущий отзыв будет на конечной заставке. Это третий отзыв, это вступительный отзыв к межавторскому циклу книг Ричард Блэйда. Моя книга, новая книга, это цикл отзывов о творчестве Владислава Крапивина и Михаила Ахманова на предмет того, что в них, возможно, есть конспирологическая составляющая. Ссылка, по которой можно приобрести электронную версию книги, будет под отзывом. С межавторским циклом Ричард Блэйд я столкнулся ориентировочно в 1995 году. Цикл потряс меня количеством произведений и увлек по-настоящему. Много позже я узнал, что с количеством отзывов, что с количеством книг сильно ошибался. Их намного больше, чем я думал в начале. На этом я еще немного останавливаюсь. В те годы я отнесся к этому циклу просто как к развлекательному чтиву, но было чувство, что книги куда серьезнее, чем кажутся. Не так давно я решил почитать, что пишут об этом цикле. Ну и сразу наткнулся на очень много интересного. Цикл был начат еще в 1969 году. Группа американских и канадских писателей. Потом его продолжила группа писателей французских. Всего было истана 37 книг. И цикл на Западе закончился в середине 80-х годов XX века. И много лет об этом цикле никто не вспоминал. Ни одна из этих книг также не была экранизирована. Хотя они довольно телегеничны. Но, видимо, дело было в том, что они потребовали бы очень больших бюджетов. А это не позволило решиться данному вопросу. Но в 1994 году эти книги пережили у нас в стране второе рождение. И пережили его, что самое интересное, так сказать, в духе Пиноккио и в духе страны Уссу. Как известно, с подачи Алексея Толстого они у нас превратились в Буратино, и с подачи Александра Волкова в волшебную страну и изумрудный город. Только на этот раз работал не один автор, а большая группа авторов. История здесь почти детективная. Имена некоторых авторов неизвестны по сей день. И по сей день скрываются под псевдонимом. Вернее, здесь можно сказать так. Не только авторов, но и авторов и переводчиков одновременно. Почему авторов и переводчиков одновременно? Были не только переведены западные книги о Ричарде Буловите, но была еще написана куча дополнительных наших, так сказать, чисто российских книг. Первую скрипку среди этих писателей играл Михаил Нахмансон, который больше известен по псевдонимам, я лучше зачитаю. Михаил Ахманов, Дж. Лерт, Майкл Мэнсон, Энн Сайнер. Но были и другие псевдонимы. И Михаил Нахмансон, ну или Михаил Ахманов, чаще всего он писал под этим псевдонимом, хотя не в этом цикле, не скрывал с самого начала, что он сделал не перевод, а более чем вольный пересказ этих книг. Поскольку счел эти книги слабыми и не смог удержаться от искушения, их улучшить. Должен сказать, на мой взгляд, у него все получилось. Книги у него получились увлекательными по-настоящему. У всего, кстати, наши писатели только тогда, в 90-е, дописали к этому циклу 41 произведение. Но потом были и еще. Интересно также, что супруги Бунзиновские отнесли Алексея Толстого и Александра Волкова к конспирологам. Между строк, пиарящих в своих книгах теории шестимерной вселенной Роберта Бортини. Но мне понятно, в 90-х и в голову не пришло провести такую параллель. Возникло только чувство, что книги куда серьезнее, чем кажутся. Немного о самом цикле. Его герой, классический супермен, агент английской разведки, ясно, что писался он Джеймса Бонда, у которого единственного оказалась способность путешествия по параллельным мирам. Ну и понятно, он весь кругом, как говорится, в борьбе и любви. Точнее, по горло в борьбе и любви. Английское правительство, дескать, вело секретный проект, использовавшую эту его способность. И в ходе этого проекта он посетил десятки параллельных реальностей. Подвергся там, понятно, немыслимому количеству опасностей, немыслимые вещи узнавал, пережил немыслимые приключения, но при этом каждый раз умудрялся оставаться в живых. Нельзя сказать, что после 90-х я совсем забыл об этом цикле. Если мне попадались новые произведения, я их читал. Но попадались они мне не так часто. Но мне как-то пришло в голову посмотреть, что об этом цикле пишут. Пишут, что критики и литературоведы. И для начала я прочитал предисловие самого Нахманцева к этому книгу и сразу обнаружил много интересного. Вот, собственно, главная цитата в этом предисловии, которая меня заинтересовала. Она довольно объемная, но ее нужно зачитать, и я зачитаю. Технология проникновения венные миры. Надо отмечить, что Джеффри Лорд тщательно обходит технические вопросы, связанные с путешествиями Блэйда. Меня не удивляет, что ничего не сказано о самом чудесном компьютере. В конце концов ясно, что на рубеже 60-х, 70-х годов, 20 лет назад, Лорд имел очень приблизительное понятие о вычислительной технике. Но какую-то разумную гипотезу по поводу измерения Х он был обязан придумать. Мы уже узнаем по всему поводу только следующее. Первое. Вселенная измерения Х расположена не в одном времени и не в одном пространстве. Так утверждает гениальный Лейтон. Но если эти меры существуют не во времени и не в пространстве, то где же еще явная нелепость, недопустимый логический прокол? Второе. Компьютер не переносит блэйдованные миры в физическом смысле. Он так перестраивает его мозг, что наш герой начинает воспринимать эти новые реальности. Во втором случае мы имеем дело с добротной, хорошо известной фантастической идеей, с которой я готов полностью согласиться. Но неопределенность по первому пункту всегда раздражала меня. И как представитель точных наук я с ней никак не мог примириться. Кроме того, анебулярность вместо расположения миров измерения Х существенно тормозит сюжет. Ведь блэйд часто отправляется в путь с дополнительными устройствами, вживленными то в мозг, то под кожу. И надо четко представлять себе, как все эти спейсеры, передатчики, телепортаторы, силовые экраны и так далее действуют в других мирах. Это очень важный вопрос, так как иногда сюжет всего произведения построен на особенностях одного из подобных приборов. Поэтому я воспользовался еще одной добротной, хорошо известной идеей о параллельных вселенах, сдвинутых на квант времени друг относительно друга. Вот них-то и путешествует перед чем блэйд. А компьютер в этом случае превращается в своеобразный темпоральный движитель, позволяющий страннику преодолеть временной барьер между реальностями. В рамках такой модели можно развить целую теорию о переносе органических и неорганических объектов, о расположении миров на хронологической шкале, о темпоральном сопротивлении, о возможности повторного визита из одних миров и так далее. Михаил Лохмансов, кстати, профессиональный ученый-физик. Вернее, уже был профессиональным ученым-физиком, его не так давно уже нет с нами. И несложно заметить, уж не знаю случайно или специально, что он вбил в этот свой цикл о Ричарде Блэйде, теории шестимерной вселенной Роберта Бартини. Реальности, отстоящие друг от друга на квант времени, это ведь трехмерное время Бартини. И да, с позиции его теории между этими репальностями возможен тоннельный квантовый переход. Кстати, он возможен по теории Бартини и между прошлым и будущим. С позиции его теории в машинном времени возможны. Самое же интересное, во всяком случае, если верить супругам Бузеновским, а если верить Ивану Ефремову, переход этот можно осуществить только посредством энергии души. Индуизм называют эту энергию энергией кундалини. В цикле же для этого используется некий созданный английским гениальным мужчином суперкомпьютер, который перестраивает в мозгу Ричарда нервные, извиняюсь, нейронные связи, тем позволяем переместиться в эти самые иные реальности. При этом тоже важная деталь, перестраиваются эти нейронные связи почему-то только у Ричарда, больше ни у кого. Также стоит отметить, что если смотреть теории Бортини, то Ричард путешествует в основном по объему времени, но и по плоскости времени он тоже, впрочем, иногда путешествует. И даже встречает там самого себя. Ну, понятно, он там несколько другой, есть несколько другой судьбы. Добавлю, иногда он путешествует, даже если смотреть из теории Бортини, и постреляя времени. О том, что это такое, думаю, мы поговорим позже. Но, думаю, уже несложно понять, что после того, как я это прочел, у меня возникло желание перечитать межавторский цикл Ричарда Блэйни, рассмотреть его внимательно именно с позиции теории шестимерной вселенной. Бортини, ну или Бортино, как кому больше нравится. Супруги Безиновские утверждают, что Бортино, как раз Алексей Толстой писал с Робертом Бортини, и это созвучает далеко не случайно. Кстати, если говорить о умористических персонажах, то Безиновские утверждают, что с Бортини и Ильфа Петрова писали Остапа Бендера. Я исходил из того, что цикл, в конце концов, по-настоящему занимательный. Если даже выяснить, что я ошибаюсь, то отзывы все равно обещают быть очень интересными. Также должен сказать, что когда я начал эту работу, то допускал, что столкнулся с новым конспирологическим циклом от силы процентов на 10. В произведениях было все-таки слишком много борьбы и любви, хотя это, безусловно, добавляло им занимательности. Но, естественно, я рекомендую этот цикл прочтений. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!